Добро пожаловать на обзор симулятора на андроид под названием Aorus Senat Simulator. Из названия можно понять, что это игра про тот самый Aorus, который недавно был пущен в производство в России. Ссылка на игру уже в описании. Ах да, она абсолютно бесплатная. Начнем как обычно с меню. Тут как раз таки нас встречает черный Aorus на питерских номерах AMR, который стоит в каком-то микрорайоне. Ну и кнопка play не густо, ну play, так play давайте. Идет загрузка. Ну и престижный седан появляется в какой-то ноунеймовской мастерской во дворе живого комплекса. Есть много тюнинга, которые мы можем покупать за один и более алмазов. Как же эти алмазы заработать? Да легко. Они разбросаны по всему городу. Езди, да, собирай. Ну или же обменяй тысячу долларов на один алмаз. Доллары тоже разбросаны по городу. Не бы в таком городе жить. Ну что, из тюнинга мы можем свапнуть движок, поменять диски и цвет. Причем цена будет расти. А какие колеса и цвет нам поставят, неизвестно. И вернуть назад ничего нельзя. Поэтому придется играть в удачу. Зато можем разглядеть ауру с обеих сторон. Кстати, моделька довольно качественная. Ну что, я сейчас покажу, как можно обменять деньги на алмазы. Вот у нас сверху такие стрелочки. Мы, в общем, нажимаем. Окей, и все. Вместо тысячи рублей у нас дают один алмаз. И как это происходит? То есть, к примеру, хочу поменять диски. То есть, какие-то диски стоят просто не соответствующие аурусу. Вот нажимаем на диск. Все, у меня пропал один алмаз и появились диски. Следующий тип дисков ведет уже за два алмаза. И какие это диски будут, я не знаю. Как повезет. С цветом точно так же. Я в тот раз просто потратил вроде два или три алмаза. А мне машину из белого в розовый перекрасили. И обратно никак не вернуть. То есть, вот такая здесь кривая система, касаемо тюнинга. Как-то так. Ну и, конечно же, мы можем это все сделать за видео. Посмотреть видео и нам дадут еще алмаз. Ну что, погнали тестить сам аурус. Все, мы появились в таком микрорайоне. Как я понимаю, это Питер. По кнопкам управления, соответственно, у нас есть газ, тормоз, стрелка влево-вправо. Ну и ручник. Все как полагается. То есть, когда мы тормозим, за нами еще идет след и летит пыль. То есть, визуальные анимации присутствуют. Можно даже бочком так вот пораздавать. Но тут скорость побольше нужна. Так, так же мы можем поменять камеру. Садимся в салон. Он довольно сделан качественно. Даже вот навигатор есть. И город, по которому мы катаемся, вид сверху даже есть. Что ж, так же, когда мы будем заезжать на какой-либо бордюр, у нас будет вот так вот прям жестко-жестко подкидывать. Как будто мы не на сиденье, а на табуретке сидим какой-то. Ну и баг такой есть, когда мы набираем приличную скорость и поворачиваем. Вот камеру начинают так вот колбасить. Продемонстрирую еще раз. Вот так вот все дергается. И это не очень есть хорошо. Это даже немного раздражает. Ну и все, можно ехать от третьего лица. Здесь две камеры. От третьего и первого лица. Ну что, машина. Что внешнее? Что в салоне сделано? Круто. Единственное, баг с камерой вообще непонятный. И какие-то здесь очень резкие бордюры. На них Аурус прям как без подвески. Как будто у него там вместо подвески деревянная пружина стоит. Он просто подскакивает как деревянный и все. Ну что, еще если мы куда-то упадем, застрянем, перевернемся, мы можем вызвать эвакуатор. Вот он находится справа, нажимаем. И мы появляемся в каком-то дворе, где не знаю. Но все же на четырех колесах в целости и сохранности. Ну что, есть кнопка еще стопа. То есть у нас так игра зависает. И можно снять со стопа, соответственно. Ну и с помощью кнопки гараж мы, соответственно, и появимся в гараже. Все логично. Также вот у нас показано, сколько у нас долларов. Сейчас у нас 115, сколько алмазов. Ну и шкала лайф. То есть жизнь. Да, здесь можно разбить Аурус. Если мы его полностью разобьем, то все. Игра начнется заново. Причем все это будет сопровождаться таким взрывом Ауруса. Это я вам тоже продемонстрирую чуть позже. Поэтому нужно стараться не врезаться. Эти жизни, кстати, пополняются. Со временем шкала будет расти обратно. Ну или если вам прям не втерпешь и у вас куча денег, вы можете найти здесь мастерскую и в ней за деньги подчиниться полностью. Что ж, как-то так. Ну а теперь, как же зарабатывать деньги? Вы уже заметили, что я езжу и собираю монетки. Они разбросаны вот просто повсюду. Точнее, это не монетки, а доллары. И нам по 100-150 где-то так долларов начисляются после того, как мы собираем эти монетки. Как накопится 1000 или больше, можно обменять ровно 1000 как раз таки на один алмаз. Также эти алмазы тоже можно найти. Они встречаются гораздо реже. То есть процент выпадения алмаза меньше, чем у доллара. Вот доллары, как видите, буквально повсюду ими все усыпано здесь. Но с алмазами чуть посложнее. Но ничего страшного. Вот мы уже накопили 1000. Сейчас вам покажу, как меняется цвет. Так, обмениваем сначала все это дело. И красим машину. Как видим, она перекрасилась в розовый. И обратно это никак не вернуть. Нам нужно снова копить уже 2 алмаза. И перекрашивать машину в неизвестно какой цвет. Вот нам повезло с алмазом. Но касаемо маппинга, здесь карта такая разнообразная. Здесь даже вот трамплинчик есть. Микрорайон. Чуть дальше там несколько деревень есть. Сейчас покажу вам тоже очень интересное место. Здесь какая-то база, на которой стоят манипуляторы. Вот, а, это кафе-магазин. Я думал, честно, это база. Только сейчас узнал, что у кафе-магазина аж по 3 манипулятора стоит. Ну ладно, я честно думал, что это база. Вот, как раз-таки, это починка. Шиномонтаж, правда, но ладно. То есть, у нас сейчас полная школа жизни. Если мы сейчас куда-нибудь влетим, вот, к примеру, в этот эвакуатор. Ну, жизнь уже успеет восстановиться. За деньги мы можем наш Аурус спокойно восстановить. Как-то так, в общем. Ну что, как я и обещал, сейчас продемонстрирую, как можно разбить Аурус. То есть, здесь абсолютно любой способ. И каждый раз как-то он работает по-новому. Вот, к примеру, я в тот раз Паупитера разгромил. И только тогда убил Аурус. Просто в хлам. А в тот раз я просто ехал спокойно, мирно. И упал в какую-то канаву, из-за которой у меня снялись все жизни. Это просто вообще... Я едва задел боком. Чуть не перевернулся, но все же устал на колесах. И каким-то образом смог разбить Аурус. В общем, как-то так. Сейчас я вам тоже это все покажу. Я еще хотел покататься так немного по городу. И поговорить про трафик. То есть, трафик здесь, да, есть. Но, так скажем, он немного такой убогий. Это мое мнение. Потому что он такой квадратный. И деталей сразу видно, что так... Их качество оставляет желать лучшего. Но зато машины здесь так близки к оригиналу. Там есть автобусы, даже гелики есть. Наш советский автопром Зилы. Вроде то ли Зил, то ли ГАЗ там ездит. Сейчас выйдем на дорогу. Они так вон и ездят. Вот одна из машин едет. Они, кстати, не останавливаются вовремя. То есть, когда мы перед ними стоим. И они в нас врезаются. Тогда они и останавливаются. А так им все равно. Они будут ехать дальше. Но некоторые машины, в принципе, для такой игры нормально выглядят. Кстати, вот даже автобус. Ничего так выглядит. Но у него колеса немного провалены в землю. Да, кстати, камеры не вращаются. Поэтому приходится саму ездить вокруг. Ну и вот ГАЗ. Просто посмотрите на это. Вот. Как-то так, в общем. Ну что такие впечатления по игре? Какие же у меня впечатления? Ну, если смотреть касаемо машины. То больше никакого другого симулятора Ауруса. Я не видел до сих пор. Это единственная игра. Кстати, да. Этой игре то ли год, то ли полтора. Уже она там в ноябре 20-го вышла. Поэтому как-то так. Но на нее особо никто внимания не обращал. И я думаю, странно почему же. В принципе, ребят, игра нормальная. Есть свои минусы и изъяны. Но разработчик один. То есть над этой игрой, если я не ошибаюсь, работает один разработчик. Вот. И поэтому даже для одного разработчика здесь сделано все нормально. Так, должен сказать. И мне, в принципе, нравится. Но единственное, вот этот баг с камерой. Потом супер острые бордюры и безумная экономика с тюнингом. То есть ты вообще покупаешь, что не знаешь, что, так сказать. Ну и вот эта штука, которая касаемо того, что нельзя вернуть обратно ни диск, ни цвет, ничего вообще. То есть вот у меня сейчас розовый цвет. У меня только выбор остается. Это перекрасить машину другой цвета. Надо какой-нибудь голубой цвет сейчас перекраситься и все. Ну что, так. Сейчас я прокатился по карте. Вы увидели, здесь есть такие заправки, населенные пункты. Небольшие деревни. Там линии электропередач какие-то шли. Холмы, горы. То есть ландшафт здесь неровный. Все как в реальном мире и как в России. То есть очень похоже. Должен сказать. Ну, обновление на игру ждать не стоит. Так как она уже полгода не обновляется. Хотя, кто знает. Кстати, вот деревня. Ребят, не помню, здесь вроде забор сшибается. Нет. Нет, не сшибается. Ну ладно, здесь титановые видно. Кстати, вот мы немного разбили Аурус и сразу же шкала начала заполняться обратно. Это довольно хорошо. Вот, кстати, пока мы не починились, можно починиться шиномонтажа. Вот у нас деньги снялись. Где-то рублей 30, наверное. И все, машина у нас восстановилась полностью. И поехали дальше. Что ж, сейчас думаю самое время разбить Аурус и посмотреть, показать вам, как это происходит. Как сейчас убавится шкала. Ну а пока мы едем до города. Хочу сказать, что вот почему не стоит ждать обновления на игру. Так как она уже полтора года не обновлялась. Может год где-то так. Еще раз повторюсь, она вышла в ноябре 2020 года. Кстати, такая узкая дорога пошла. Очень интересно это выглядит. Все с трафиком особенно разъезжаться. Можно бочком раздать. Вот, ну что бы можно было добавить в обновление. Если бы оно было, во-первых, поправить камеру. Ну вы сами видите. Особенно когда мы съезжаем ее прямо куда-то в потолок. Может уводить. Здесь еще бордюры норм. А в городе так вообще. Здесь что-то затуп какой-то жесткий произошел. Между трафиком что-то они тут поделить. Воздух не могут походу. Вот. Резко машины заезжают на бордюры. Очень касаемо это. Ну и поправить, пожалуйста, вот эту штуку с тюнингом. То-то не делаем. Мы тратим два алмаза. Машину перекрашивают в розовый. Это никак не вернуть. Чтобы перекрасить, нужно еще больше алмаза. С дисками та же история. Там могут диски немного убогие. Попасться некоторые нормально. Но с дисками все так-то попроще здесь. Кстати, такие ямы во дворах есть. Зелан это все очень круто. Ну что, давайте углубого столкновения. У нас не снялось и половины жизни у Ауруса. А теперь давайте съедем в канаву, в которую съехал я. Ехал я где-то вот так. Начал поворачивать направо. И он вот просто так вот дверью стукнулся. И у него все жизни моментально снились. Здесь сейчас повезло. Такого не произошло. Ну а если набрать скорость побольше и поприличнее, я думаю, мы легко и просто его разобьем. Вот примерно так. Ну да, сейчас тоже так прилично снялось. Ну и мы застряли. Сейчас эвакуатор вызову. И появимся мы снова в городе. Надо его как-то разгромить сейчас. Просто придется опять жертвовать зданиями в Питере. Все дома сейчас опять в уши. Будем ездить, врезаться. Можно в принципе и в дерево въехать. Ну от дерева, ну кстати да, такой толк получше даже, чем от дома. Ого трамплин. С него я еще не прыгал. Интересно как мы подлетим сейчас. Оп. Ну кстати да, даже там жизнь снились вроде. Если не заметил, давайте в подъезд. Прямо все, у нас остается очень мало хп. Врезаемся в здание. Ну и наверное коронный и похоронный удар сейчас будет. Набираем скорость и прям давайте об угол здания. Нет, все равно не убиваться. Ну вот видите, что происходит. Будет реальный мир. Там уж от морда ауруса ничего не осталось. Но тут ему вообще по кайфу. Еще нужно найти здание какое-нибудь, чтобы мы прям вообще максимально влепячились в него. Ну давай тут-то хоть повезет. Нет, нисколько. Вообще ребят, аурус это бронетехника походу. Ей вообще все равно, так как она российская. Можно вообще кирпичное здание пробивать. Все. Деревя сшибать ему. Наплевать вообще конкретно. Он хоть бы что едет. Нет, все равно ему этого мало. Кстати да, когда мы разобьем аурус, у нас все деньги алмазы обнулятся. Нам дадут изначально тысячу монет. И на этом все. Больше нам ничего не дадут. Ребят, ну боже, это же вообще невозможно. Просто убить этот аурус. Я не знаю вообще как его можно разбить. Но без видео разбить аурус это проще простого. А сейчас я его вообще ни об что не могу не разбить. Давайте сейчас такой таймулапсик будет. До момента как я его разобью. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то. Я думал я его просто не разобью. Ну как видите, идет такая анимация. Как будто наш аурус взорвался и просто он загорелся на ходу. В общем, ребят, если хотите выбирать машину по качеству, выбирайте аурус. Я таранил деревья, магазины, многоэтажки, бетонные, кирпичные, панельные. Им вообще хоть бы что. И умер он от какой-то канавы. Просто он не так уж и сильно ударился. Но, как видите, мы снова появляемся в городе на убогих дисках. Но зато на соответствующем хорошем цвете, таком черном номера АМР. Ну и 1000 рублей в кармане. Точнее, баксов, а не рублей. Все забываем. Ну что, как-то так. В общем, ребят, пишите свои отзывы по игре в комментариях. Ну, лично я думаю, это такая игра. Ну, не то, что на 10 минут, но и не на час. В принципе, такой среднячок, как по мне. Если хотите поиграть в подобную игру, тем более на аурусе. Еще раз повторюсь, других игр с аурусом я пока еще не видел. Поэтому это будет лучший вариант, в котором есть эта машина. В других играх его пока нет. Ну, или я пока не замечал. Именно до этого момента. Вот, поэтому пишите еще раз в комментах, что вы думаете об этой игре. Но я на этом буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотры. Встретимся в следующем видео.